13.05 в Кирове на 101.фм программа «Особые мнения». Меня зовут Юлия Фанасьева. Напротив меня сидит Олег Ткачев, директор Центра поддержки некоммерческих организаций и заместитель секретаря Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Я сначала напомню наши контакты, как можно с нами связаться и задать вопрос нашему гостю. Во-первых, это можно сделать на портале хакирова.ру в разделе «Анонсы». Также это можно сделать в Твиттере, пока идет наш эфир. Вы можете написать в Твиттер «Вызван» или мне в Твиттер. И мы постараемся озвучить Ваш вопрос в течение программы. Но пока я задам свои вопросы, Олег, я хочу поговорить вначале про Гражданский форум, который пройдет уже совсем скоро, с 22 по 24 октября, если я не ошибаюсь. Да. А какие темы будут главными? Что будете обсуждать? Так, ну мы обсуждали на Совете Общественной палаты и, в принципе, сошлись во мнениях. И в этом году специфика Гражданского форума будет такова, что мы будем обсуждать, то есть профильной темой будет тема общественного контроля и работы общественных советов. То есть в стране произошли достаточно серьезные изменения в плане организации общественного контроля. Все больше и больше уделяется места, временем, внимание инициативам граждан по общественному контролю. И у нас в Кировской области назрело. То есть многие гражданские инициативы, они в той или иной форме демонстрируют методы общественного контроля. Как выстроить эту систему? Вот решили специально поговорить об этом на форуме. И любые темы, социально-экономические темы, интересующие наших граждан, смотреть через призму вот такой методики технологии общественного контроля. Ну вот действительно, общественные советы и их создание при разных структурах государственных, это сейчас, можно сказать, тренд. Да, у нас есть общественный совет при налоговой, общественный совет при Министерстве юстиции. По вашему мнению, они действенны? То есть слышат ли наши госорганы рекомендации этих общественных советов? Действенны в данный момент? Или как бы хотелось организовать эту работу? Действенны в данный момент? Ну, в данный момент очень много проблем у существующих общественных советов. То есть мы прекрасно понимаем, что в них хорошо, что в них плохо. То есть и к эффективности деятельности этих структур масса вопросов. И именно поэтому там имеет смысл обсуждать, что бы хотелось изменить. А давайте тогда конкретно, что хорошо, что плохо. Ну, смотрите, когда мы говорим об общественных советах, надо сразу... То есть есть такая типология общественных советов. То есть они не одинаковые. У нас есть несколько уровней власти. И, соответственно, при федеральных органах, там формируются федеральные органы, там свои общественные советы. Мы на уровне региона, там, от имени общественной палаты, ну, можем что-то рекомендовать, но это будет такое необязательное мнение. Другой этаж власти, то есть органы исполнительной власти именно Кировской области, то есть структуры, которые подчинены правительству Кировской области, здесь мы можем договариваться с правительством, и такие договоренности есть. И в постановлении правительства там указано, в типовом положении о работе общественных советов при органах исполнительной власти Кировской области, Черным поделом записана роль общественной палаты в формировании этих общественных советов, то есть персональный состав утверждается по согласованию с общественной палатой, и, соответственно, это подразумевает, что общественная палата будет живо интересоваться и помогать деятельности этих общественных советов, то есть на методическом уровне и так далее. Также есть другой уровень, это муниципальный, то есть муниципалитеты самостоятельно формируют свои общественные советы. Кроме вот этой типологии есть еще другая, то есть понятно, что по профилю деятельности общественный совет при каких-то силовых ведомствах будет в корне отличаться от общественного совета в бюджетной сфере. И в корне будет отличаться деятельности, темы и типы принимаемых решений от общественных советов, сформированных на каких-то локальных территориях, то есть муниципальных советах. Ну, понятно, да, то есть муниципальные общественные советы, они немножечко обо всем, но на своей территории. То есть в помощь администрациям, сверки позиций между общественностью и местными администрациями, у них очень широкий спектр вопросов. Общественные советы при социальных ведомствах, то есть при здравоохранении, образовании, культуре, они занимаются профильными вопросами для этих ведомств. В основном там больше специалистов именно этой сферы, но это должны быть представители общественности. Олег, скажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница между общественными советами, сформированными как бы под присмотром общественной палаты, и без участия общественной палаты? Вот принципиальная разница в качестве работы этого общественного совета? Принципиальная разница состоит в том, что при согласовании кандидатур в эти общественные советы, общественная палата спрашивает с этих людей и интересуется, что же было на заседаниях этих общественных советов, и высказывает свои мнения, и предлагает через представителей общественности на вынесение каких-то определенных тем. То, чем занимается общественная палата, то есть сбор различных мнений, их обсуждение, выработка каких-то рекомендаций, то взаимодействие с конкретными ведомствами идет в том числе через работу этих общественных советов, где сильна доля по кадровому составу представительства общественной палаты. То есть вы считаете, что общественные советы, сформированные под руководством и с представительством общественной палаты, работают более качественно и более эффективно, нежели чем общественные советы, сформированные без вашего участия? Вот смотрите, еще пока не было, чтобы говорить так категорично, эффективно-неэффективно, то есть требуется, наверное, какой-то контрольный замер. Еще не было шанса, повода, еще прошло не так много времени после формирования по новым структурам, и еще есть много вопросов, которые бы хотелось решить, чтобы потом можно было сравнивать. А вы сами входите в какой-либо общественный совет? Да, в данный момент лично я не вхожу в общественный совет. Хорошо. Мы постоянно общаемся с коллегами вашими, которые входят в различных общественных советах и обсуждаем то, что происходит у них на этих общественных советах. Вот что говорят коллеги в этих госорганах, где они состоят в общественном совете? Их слышат, их рекомендации? По-разному. Зависит, конечно, и от этих государственных органов, и от позиций руководителей этих государственных органов, ну и от чиновников, то есть как они относятся. То есть понятно, что когда на нормативном уровне государственные органы обязали иметь общественный совет и прислушиваться к их мнению, то есть это можно делать достаточно формально, а можно с радостью и с удовольствием перекладывать на плечи общественного совета решение каких-то принципиальных вопросов, то есть в какую сторону идти. То есть если это не противоречит законодательству, регламентам госслужбы, ну и так далее. Какие-то ведомства, они поняли там свои интересы в этих прекрасных отношениях, какие-то не поняли. То есть я бы сейчас не хотел персонально там... Ну хорошо, а Вы можете привести пример, какой общественный совет, по Вашему мнению, работает хорошо, эффективно и правильно? Ну вот очень интересная работа, и эта работа была отмечена в том числе на межрегиональном уровне у общественного совета при Министерстве здравоохранения. То есть есть ряд вопросов по изучению общественного мнения, по мониторингу доступности и прочее, прочее. Я помню, было такое исследование. Вот они очень интересную методику придумали и ее реализуют. То есть таких примеров в стране, пожалуй, немного. Понятно, что силами общественного совета не изменить полностью и кардинально там... Работу госоргана, да? Да, не заменить. Понятно, что работа госоргана – это работа госоргана. Но общественный совет он открыт, туда можно, к представителям его можно обращаться и какие-то предложения формулировать. Понятно, что проблем много, и в том числе в той же сфере здравоохранения, которая, реформа здравоохранения – это очень сложная штука, очень неоднозначная. Но, тем не менее, работа общественного совета, она очень интересна. Делается очень технично, с применением многих методов. И, кстати говоря, с недавнего времени принят закон, по которому определенная часть общественных советов обязана формулировать и техническое задание, и сопровождать, там, мониторинг деятельности, то есть независимую оценку вот этих самых государственных органов. То есть функции общественного контроля есть у общественных советов. А как проводить независимую оценку деятельности государственного органа – это тоже открытая тема. Понятно, что это не столько соблюдение законодательства, соответствие с АНПИНом и прочее, прочее, зачем следит прокуратура, а с точки зрения удобства использования простыми людьми. То есть с каким лицом приходит человек в бюджетное учреждение под контролем этого ведомства, что он видит, какие ощущения у него остаются после посещения этого учреждения. Мониторинг и оценку мнений жителей – это сейчас прямая обязанность общественных советов. Это записано в федеральном даже законодательстве. А как настроить эту работу – это очень сложный вопрос. То есть финансирования на это, разумеется, нет. Обязанности есть, а как это делать никто не сказал. Вот и пытаемся обсуждать, искать какие-то варианты, смотреть, как работают коллеги в других регионах, чем отличается работа именно общественности от работы чиновников в государственном органе. То есть на первый взгляд кажется, что там все очень просто, надо, чтобы всем все понравилось, потребителям услуг. Как этого сделать? Ну как это померить и так, чтобы это было объективно, да? Да, да, да. Это очень сложный вопрос. И как презентовать потом результаты своей независимой оценки, чтобы добиться там реальных изменений. Вот это открытые вопросы. Я не знаю, там будут ли они решены, там, в течение, там, ну, вряд ли, очень сомневаюсь, что они будут решены, закрыты все эти вопросы в течение, там, ближайшего года. То есть это работа на несколько лет вперед. То есть это все будет постоянно изменяться, там будут практиковаться разные модели, применяться там разные, там, опыты, будут какие-то пилотные, видимо, проекты, использование различных методик. Что из этого там будет востребованным и актуальным, ну, время покажет. Ну, хорошо, вот общественный контроль станет одной из главных тем гражданского форума, который скоро пройдет. Я еще хочу немного спросить о другом. Насколько я понимаю, программа гражданского форума, его содержательное наполнение, это дело рук как раз тех самых НКО общественных активистов, которые, по идее, должны выходить со своими инициативами. Ребята, а давайте обсудим это там. Мы готовы сделать, например, круглый стол, секцию, дискуссию и так далее. Насколько активны наши НКО в этом плане? Ну, НКО у нас активны. Вот на данный момент у нас сформировано 24 секции форума, то есть предложения поступают. Часть предложений мы вынуждены там как-то говорить, что там, ребята, давайте объединяться, там, вот есть ли какие-то параллельные темы. По части предложений, ну, просто физически мы не можем за три дня как бы абсолютно все предлагаемые темы там вместить. А если сравнивать год к году, например, прошлый год и нынешний, когда работали активнее НКО и активисты, и все неравнодушные люди? Каждый год активисты работают активнее. Извините за тавтологию. Но есть определенная специфика. То есть, вот два года назад я помню, вот когда мы завели вот такой принцип, что предлагают темы для обсуждений, там, сами, ну, вот, инициаторы, представители общественности, представители некоммерческих организаций. Вот уровень, как бы, предложений, вот, он меняется. То есть, если раньше люди готовы были поговорить, ну, просто об общей теме, вот, там, допустим, тема здравоохранения в Кировской области. Да, здравоохранения в Кировской области. И там кто во что выраст. Вот, и получались там такие дискуссии, как бы... Обо всем и ни о чем. Обо всем и ни о чем. Вот кто-то приходил там подготовленный, более подготовленный, кто-то менее подготовленный. И внутри вот этих вот общих тем в процессе обсуждения обнаружилось, что, ну, есть такие, там, разные горизонты, там, в такие стороны идти, что сразу не сообразишь, на чем можно сфокусироваться. То вот за последний раз провели, второй, там, третий, вот в этом формате. Сейчас предложения поступают более узконаправленные. То есть обсуждать не вообще все, а какой-то конкретный аспект какой-то отдельной тематики. Там, ну, например, там, не просто там жилищно-коммунальное хозяйство, а развитие информационной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства как способ повышения общественной активности. Я вот вижу, что вы подглядываете в программу форума. То есть у нас живой план форума, который формируется. Формируется? Да, формируется. Хорошо. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, директора Центра поддержки НКО и заместителя секретаря общественной палаты Кировской области. Олег, вот насколько я понимаю, по итогам форума принимается резолюция, в которой вы записываете пожелания НКО органам власти, пожелания самим себе. Общественной палате. Вот скажите, пожалуйста, выполняются ли эти пожелания? Эти пожелания выполняются не всеми участниками равномерно. По-разному бывает. То есть то, что высказано на форуме, нельзя сказать, что это как бы догма, и это должно быть к такому-то числу, выполнено на 100%. Это, по сути говоря, то, что обсуждается и до чего договорятся люди на форуме, некое понимание основных моментов, над которыми стоит поработать в текущем году. Получится это или нет, гарантию сложно давать. Нет, но если не выполняются эти рекомендации, то какой смысл тогда во всем? В течение года, когда возвращались к этим же самым темам, обсужденным на гражданском форуме, во-первых, много раз возвращались к тем же самым темам. Во-вторых, очень много раз аргументация была именно такая, что ребята, мы когда встречались на гражданском форуме, мы обсуждались со всеми заинтересованными, были представители абсолютно всех, и власти, и общественности, и договорились до таких вот стратегических вещей. Поэтому, вот именно поэтому мы через сколько-то месяцев прошло, снова возвращаемся к этой теме и продолжаем со своей стороны, вот мы делаем вот это-то, то есть некоммерческие организации. Это такой план работы для общественной палаты на год. И для общественной палаты, и для самой общественности, для некоммерческих организаций, которые даже не являясь там членами общественной палаты, то есть формулируют для себя как бы там круг задач, круг проблемных вопросов на год вперед. А госорганы выполняют ваши рекомендации? Госорганы отчасти выполняют, отчасти нет. А вы можете сказать, в какой части да, в какой части нет? Я имею в виду, ну допустим, треть рекомендаций выполнена, две трети не выполнены, половина на половину. В каком соотношении? Ну, наверное, половина на половину. Здесь сложно мерить еще и потому, что очень быстро все меняется. То, что мы обсуждали в ноябре 2014 года, там в стране произошли глобальные события, куча новых информационных поводов, в том числе с геополитикой затмилили все остальное. Политика государства вернула в одну сторону, а обычная общественная жизнь на уровне региона, она продолжается, идет своим ходом. То есть иногда вот есть какие-то несовпадения, иногда мы видим, что руки не доходят ни в органы власти, ни у некоммерческих организаций, до реализации каких-то конкретных пожеланий, что давайте вот к следующему году сделаем вот это. Есть такое, не доходит иногда. Но как общая стратегическая линия, то есть ее придерживаются. Если мы говорили в прошлом году о форме деятельности НКО, как оказания социальных услуг, о переориентации субсидиарного подхода, с получением субсидий некоммерческими организациями, на оказание социальных услуг населению, то сейчас уже формируется, и вот завтра буквально заканчивается прием заявок на конкурс проектов некоммерческих организаций. Я хочу об этом еще дальше поговорить. Ну да. То есть меняются принципы. Понятно, что просили в прошлом году разработать систему если выделение имущества, обособленного имущества для деятельности некоммерческих организаций, ну, не смогло правительство найти возможности выделения дополнительного имущества для деятельности некоммерческих организаций. Ну, нет этого имущества. Или есть, но его крайне мало. И как система работы, это не смогло в течение года заработать. Ну, вот что-то выполняется, что-то не выполняется. Олег, скажите, пожалуйста, а сколько созывов Вы уже работаете в общественной палате? Ну, вот сейчас заканчивается второй созыв. И будет еще впереди третий, если я все правильно помню, то Вы являетесь членом нового созыва. Путем конкурсного отбора, то есть я иду по общественной части. Вы избирались? Да, это называется, в законе это названо, конкурсный отбор. То есть некоммерческие организации подают заявки, и их на конкурсном отборе отбирают, по члену общественной палаты Кировской области. Ну, то есть Вас выбрали Ваши коллеги, предстоящий созыв для Вас будет третьим, сейчас Вы являетесь заместителем секретаря. Олег, есть ли у Вас секретарские амбиции? У меня нет секретарских амбиций. Вы не хотите стать секретарем? Нет. А почему? Ну, не знаю, столько много интересного в этой жизни, кроме того, чтобы еще иметь какую-то должность. Так, хорошо. А кто, по Вашему мнению, из нового созыва достоин? Я думаю, что достойных много, но сейчас говорить о каких-то там моих личных предпочтениях, я думаю, будет некорректно. Будет первое заседание третьего созыва, и на нем должны произойти выборы нового секретаря. Но внутри себя, внутри палаты Вы уже обсуждаете кандидатов? Кандидатов обсуждают и внутри палаты, и вне палаты, и вместо палаты. То есть, я не знаю, я не вижу большого смысла сейчас обсуждать. Давайте я другой вопрос задам до перерыва, буквально быстро. У нас недавно в эфире был главный редактор канала «Ранкиров» Юрий Шлемензон, который сказал примерно следующее. Я сейчас не дословно процитирую, но суть передам. Что, в принципе, не важно, кто будет секретарем общественной палаты следующего созыва, есть система, в которой человек работает, и что один человек, что другой человек, что третий, в принципе, без разницы. Вы согласны с этим мнением? Да, я хотел бы согласиться с этим мнением, это в идеале. Хотелось бы, чтобы мы впоследствии пришли именно к этому, чтобы роль личности в истории была сведена к минимуму, и работала действительно система, работал институт, а не личность. Но пока мы живем в России, пока роль личности достаточно сильна, и от того, кто окажется, неважно, секретарем палаты, губернатором Кировской области, главой города, руководителем Министерства управления, понятно, что от этого будет очень сильно зависеть стиль работы всей этой структуры. Я на этом предлагаю прерваться, потому что впереди у нас небольшая реклама. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, директора Центра поддержки НКО и заместителя секретаря Общественной палаты Кировской области. Сейчас мы ненадолго прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Фанасьева. Напротив меня все так же сидит Олег Ткачев, директор Центра поддержки НКО и заместитель секретаря Общественной палаты Кировской области. Еще немного про Общественную палату хочу продолжить, и далее поговорить про гранты как раз для НКО. Вы уже присмотрелись к вашим новым коллегам из нового созыва. Мне интересно, как вы оцениваете новый созыв? Пока еще нет, пока еще не присмотрелся. У нас было не так много поводов для общих встреч. Я надеюсь, что все коллеги и старого созыва, и нового созыва придут на брайванский форум. Вы все друг на друга посмотрите. То есть это будет как бы такая символическая передача. А если говорить о структуре общественной палаты, насколько я понимаю, грядут изменения? Какие это изменения? Ну как? Новый созыв общественной палаты все равно будет формировать новую структуру. То есть новый состав комиссии, рабочих групп. Сейчас поднимаются предложения по новой структуре. То есть любой член общественной палаты нового созыва может предлагать, делать свои предложения по новой структуре. Но насколько я знаю, обсуждается как раз уменьшение числа комиссий и их перепрофилирование, если так можно сказать. Да, и вот есть такие мнения, есть другие мнения. Но вы-то сами, вот лично вы к чему склоняетесь? Я не думаю, что стоит уменьшать количество комиссий, рабочих групп только для того, чтобы уменьшить. То есть поставить себе главную цель именно уменьшение. Ну такая цель, конечно, достаточно странно выглядит. Вопрос в том, что стоит, наверное, пересмотреть по функционалу. То есть функционал обих комиссий, если он теряет актуальность, если нет, не видно тем, которые в этом функционале могли бы реализовываться, как-то перераспределить. Ну, я не знаю, допустим, мне кажется, что вот в этом созыве функционал некоторых комиссий, он избыточен и там, ну, в полной мере там не реализуется. Ну, я знаю, что есть проблемы с посещаемостью вообще. С посещаемостью были проблемы, но есть проблемы членов общественной палаты на комиссии. Ну, это же другой вопрос. Это вопрос как бы на ведение... Ну, может быть, вот как раз-таки и стоит уменьшить количество комиссий, чтобы вот этот вот вопрос с посещаемостью как-то порешать? Нет, спорный вопрос. Может оказаться наоборот. То есть вместо там 7-8 комиссий сделать там 3-4, вот в таком случае... Вообще ходить не будет. В таком случае, там, если состав комиссии будет там, ну, там, четверть членов общественной палаты, их вообще никогда не собрать. В одного в одно, там, в другой в командировке. То есть это вопросы такие спорные, ну, организационного построения, там, регламентное. Я считаю, что вот надо исходить из функционала. Функционал с течением времени, он действительно меняется. Какие-то темы становятся более актуальными, какие-то там менее актуальными. Где-то приходят там специалисты, которые могут там предложить новые темы. Появляются общественные там инициаторы, то есть некоммерческие общественные организации, которые подкидывают новые темы для обсуждения. И видя гражданскую активность в какой-то сфере, да, то есть если многие люди там хотят заниматься этой темой, этой проблемой, то, наверное, под эту тему проблемой стоит выделять там отдельную, там, структуру, там, будь то рабочая группа или комиссия. То есть вот по такому пути. То есть исходя из насущных потребностей, а не просто пытаться сокращать или расширять существующую структуру. Это, конечно, в общем-то, это логично. Давайте поговорим сейчас про субсидии или гранты для НКО. Как они правильно называются? Ну, в простоеще называются гранты, хотя это юридически не совсем корректное название. Ну, хорошо, давайте грант. Я знаю, насколько, что есть федеральные гранты, на которые могут заявляться общественные организации, есть региональные гранты. Вот скажите мне, пожалуйста, федеральные гранты уже розданы? Федеральные гранты, если имеются в виду президентские гранты. Да, есть система поддержки некоммерческих организаций и так называемые президентские гранты. В этом году три потока грантового конкурса президента Российской Федерации и два потока уже прошли. Мы ожидаем 20-го числа объявления результатов по второй волне грантового конкурса и уже объявлена третья волна грантового конкурса. То есть еще можно писать заявки, подавать на конкурс. То есть победители будут известны по третьей волне где-то к концу года. По первой и второй волне. Вот у меня есть небольшая шпаргалка, что среди победителей конкурса и Кировская область наши проекты, что выиграли они 10 миллионов 448 тысяч рублей с федерального бюджета. Вот, Олег, что это за проекты? С чем они связаны? Чего касаются? Ну, это разные проекты. То есть в первую волну, в первое распределение у нас было подано 39 заявок. Из 39 заявок 9 проектов победили. Это много? Это много, если сравнивать с другими регионами. То есть мы посмотрели по соседним регионам, там более крупные и успешные регионы наши соседи, там, допустим, Пермский край, Нижегородская область, другие, вот, они, допустим, побывали, там, где-то 120-140 там заявок, вот, получили, там, 5 победителей, там, ну, 12 победителей, там, ну, регионы... Ну, то есть процент победивших, да, по отношению к количеству поданных заявок меньше? Да, да. Вот мы посмотрим, какие будут результаты, вот, по второму рассмотрению, то есть поддержим ли мы, сохраним ли мы вот это вот соотношение между поданными заявками и количеством победителей. Понятно, что у нас в первом рассмотрении победили, там, ну, самые сильные организации. Организации или проекты? Ну, победили проекты, вот, но проекты, они инициированы... Представлены сильными организациями. Да, сильными организациями. А про что эти проекты? А разные, то есть, и касаются и сферы ЖКХ, и защиты прав, там, там, осужденных, и культурные проекты, там, ну, пешком повятки, например, то есть проекты очень разные. Вот есть 8 гранд-операторов президентских, то есть у каждого своя тематика, то есть каждый гранд-оператор специализируется в какой-то своей теме. Кто-то там по работе с социальными незащищенными слоями населения, кто-то там с молодежью, кто-то там защитой прав, вот, то есть у каждого гранд-оператора своя тематика. И при написании заявки, там, на финансирование организации сами определяют, какому оператору заявку подать. Вот, и, соответственно, в этой тематике они определены лучшими. А насколько сложно нашим региональным проектам конкурировать с проектами Москвы и Петербурга? В этом году было отдельное такое мнение администрации президента, что финансирование необходимо отправлять в регионы. Именно поэтому появились региональные гранты, или нет? Нет, нет. Система региональных грантов, это вообще параллельная система, она не завязана вот на этой вот системе выделения президентских грантов. То есть это параллельные системы. Система региональных грантов, это деятельность, в основном, это деятельность Министерства экономического развития. Министерство экономического развития, оно уполномочено там, правительством Российской Федерации по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями. И как уполномоченный орган, они ежегодно объявляют два конкурса. Один конкурс для регионов, то есть где выигрывает субъект Федерации на поддержку социально ориентированных НКО. То есть деньги участвуют регионы, правительство регионы, и деньги выделяются регионам. А дальше уже правительство на эти деньги организует поддержку социально ориентированных НКО у себя на территории. В этом году правительство Кировской области выиграло эти денежки. И на эти денежки с добавлением еще своих бюджетных средств вот и объявляется региональный конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций. Параметры этого конкурса, они согласуются с Министерством экономического развития. Конкурс идет, завтра последний срок подачи заявок. Некоммерческие организации активно участвуют. Был семинар по написанию этих заявок. Люди активно звонят, консультируются по правилам написания. Посмотрим, какие заявки придут на конкурс, какие будут поддержаны. Это то, что касается региональной. А кто их оценивает, Олег? Уполномоченный орган, это Департамент внутренней политики, формирует конкурсную комиссию. В конкурсную комиссию входят представители общественности в том числе. И общественную палату запрашивали, и общественная палата делегировала представителей, часть представителей делегировала для работы в конкурсной комиссии. Хорошо, понятно. А скажите, пожалуйста, объем денег, которые выделены в этом году по сравнению с прошлым годом, вот как раз на эти региональные гранты, больше, меньше? Чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. Мне кажется, что здесь не сама сумма существенна. То есть, большая часть денег – это деньги Министерства экономического развития, и часть – это бюджетное составляющее правительство Кировской области. Мне кажется, что здесь важнее не общая сумма денег, выделяемая на поддержку некоммерческих организаций, а принципы, методы взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций. Но вы говорите про оценку проектов или нет? Не только про оценку. То есть, на прошлом гражданском форуме обсуждали, допустим, этот же вопрос, а как конфигурировать конкурс? Давать крупные суммы для больших проектов крупным организациям или стимулировать новые начинающие организации, которые не смогут сразу освоить большую сумму. Побороться. И побороться, и у них будут проблемы с освоением. Может быть, маленькие суммы, но многим, или крупные суммы, но немного получателей. И какое решение приняли? Ну, вот в прошлом году решили, что надо комплексно и для тех, и для других делать как-то, ну, как диверсифицировать и отдельную линейку для начинающих, отдельную линейку для более опытных. Продолжающих? Да, но не сложилось. А что сложилось в итоге? Ну, сложился конкурс, вот нечто среднее. То есть, в принципе, там, ну, не очень крупные, не очень мелкие суммы для, там, средних организаций. Вот, Олег, последний вопрос, я прошу ответить коротко. Вы директор Центра поддержки НКО. Насколько важен для некоммерческих организаций, насколько важна вот эта поддержка? Это единственное место, где НКО могут взять деньги? Или есть какая-то еще система грантов, коммерческих, может, организаций? Ну, я бы, вот, мы всем некоммерческим организациям говорим, что, там, там, уважаем, давайте не воспринимать, что единственные деньги, которые вы можете использовать в своей работе, это государственные деньги. Мы очень много времени, там, места уделяем, там, для консультирования некоммерческих организаций по вопросу привлечения негосударственных денег. Пока с этим работать сложно, у нас нет ни преференции, ну, для тех, кто жертвует деньги некоммерческим организациям, ни каких-то, вот, там, ни поощрений, ни вообще год по налогообложению. То есть, все приходится, если, там, какие-то такие случаи бывают, то это все после переселения чистой прибыли, вот, поэтому, вот, как система, это, вот, сложно продвигается. Но, тем не менее, многие организации учатся привлекать частные пожертвования, там, рядовых граждан. Вот, и, собственно говоря, такое явление есть, оно живет и оно развивается, различные варианты краудсорсинга, краудфандинга, вот, то есть, мне бы хотелось, чтобы государственное участие, там, с государственными конкурсами было сбалансировано, вот, негосударственными финансами, вот, на эту некоммерческую деятельность. Я предлагаю на этом закончить, потому что, к сожалению, у нас вышло время. Я напомню, что это было особое мнение директора Центра поддержки НКО и заместителей секретаря Общественной палаты Кировской области Олега Ткачева. Олег, я благодарю вас за эфир, спасибо. Вам спасибо. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева, я желаю вам всего доброго и до свидания.